Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Анна Гладарь и в этом выпуске вы увидите... Загорелся один из резервуаров с горючей жидкостью. Прямо сейчас проходит пенная атака. Стратегическая тревога. На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 прошли показательные пожарно-тактические учения. Шнур, Островский и Театр наций. Листаем дневники фестиваля «Территория Сахалин». На сцене Чехов-центра показали «Грозу» Евгения Марчелли. В роли Екатерины заслуженный артистка России Юлия Пересильд. Если есть такое понятие «настоящий театральный артист», такие огневые, безбашенные, сумасшедшие, то вот это наша команда. Шанса притормозить, уйти, вообще никакого. Мы-то все затормозили, то сзади у нас ехали. Не справились с гололедицей. Между Троицким и Новотроицким столкнулись 8 автомобилей. В Сахалине активно готовятся к играм «Дети Азии». Школа зимних видов спорта получила новые винтовки. Винтовки нашего российского производства, а ежевские заводы в конце «Голашников». Пожарные машины и бригады скорой медицинской помощи в среду утром стянулись к Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Там загорелся резервуар с горючей жидкостью. Тревога учебная. Оперативным службам предстояло продемонстрировать свои навыки на случай реальной угрозы. В результате условного возгорания пострадали три человека. Но если двоих без труда доставили к машине скорой помощи, то для спасения третьего понадобилось подкрепление. Его завалило обломками. Все происходящее больше похоже на съемки очередного блокбастера. Здесь и спецэффекты, дым, мыльные пузыри, сирена и люди в защитных костюмах, напоминающие космонавтов. Все, что для обывателя кажется забавным на подобной тренировке, для спасателей – серьезная проверка. Задача – охлаждение от баков. Каково в таком костюме? Привычное. За последние 10 лет в областном центре тушить резервуары пожарным приходилось только на учениях. Однако горели бензовозы. Принцип действия в таких случаях примерно одинаков. Загвоздка в проведении пеноатаки заключается в том, что на месте тушения пожара надо создать трехкратный запас пенообразователя. Это достаточно непростая задача, которую можно выполнить в достаточно короткий срок. Она занимает от двух до трех часов в Южно-Сахалинске. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – это основной источник электроснабжения всего острова. Она обеспечивает до 80% населения. По словам руководства, реальных пожаров здесь не было. На построение от руководства звучит вердикт с поставленной задачей спасатели справились. Подразделения получили оценку «хорошо». Проект бюджета на 2019 год обсудили в Сахалинской областной думе. Доходы казны выросли по сравнению с прошлым годом и составят 130 миллиардов рублей. Большая часть денег будет направлена на социальную сферу. Только на предоставление мер социальной поддержки уйдет 15,5 миллиардов. Появится ряд новых льгот. Сегодня депутаты введут разговор о назначении дополнительной выплаты к пенсии сахалинцам и курильчанам со стажем 30-35 лет. Воспользоваться ею можно будет уже со следующего года. Размер около 4,5 тысяч рублей. Те, кто отработал 40 лет, уже получают 5. Есть новости и для малообеспеченных семей. «Когда малообеспеченным семьям выделяют дополнительные средства также на приобретение, допустим, автомобиля, и эта уже семья не попадает в разряд малообеспеченной категории. И детки с 1 по 5 классы, они уже вроде как бы не питаются бесплатно. И вот как раз сегодня и эту норму тоже учли, чтобы эту категорию детей мы не относили к обеспеченным». Добавлю, в сферу образования уйдет почти 28 миллиардов. Четыре из них потратят на строительство и реконструкцию школ в сахалинских районах. Большие планы у областных властей и в здравоохранении. В Южно-Сахалинске начнется возведение отделения 4-й поликлиники и лечебно-диагностического корпуса КДЦ. Новый резидент свободного порта Владивосток займется разведением «Красные рыбы» на Сахалине. В Корсаковском районе появится производство, рассчитанное почти на 73 миллиона мальков киты в год. В ближайшие три года инвестор вложит в проект 380 миллионов рублей. Первые объекты завода заработают в сентябре 2019 года. Благодаря этому производству появится 46 новых рабочих мест. По плану ежегодный возврат киты должен составить до 3000 тонн. Окупаемость наступит через 8 лет работы. За этот срок расчетные налоговые выплаты областной бюджет более 113 миллионов рублей. Мэр Сергей Нацадин вновь встретился с жителями переулка Отдаленного. В конце ноября люди поделились своими коммунальными проблемами. В этот раз городоначальник рассказал о том, как решаются эти вопросы. Чаще всего люди жаловались на аварийное жилье. В ближайшее время дома номер 8 и 9 будут обследованы на аварийность. Седьмой дом уже признали непригодным для проживания. Мы будем переселять в следующем году аварийный дом, который признан. Это наше обязательство, мы это сделаем. Для людей, которые здесь живут, они должны жить в нормальных условиях. Поэтому мы все, что вам сказали, будем делать. Водоотведение, водоподача, решать будут вопросы с газоснабжением и с благоустройством двора. Вопрос встанет только по срокам водоотведения, водоснабжения и газификации. Мы начнем в следующем году. Большинство проблем должны разрешиться в строительном сезоне следующего года. За периодические отключения электричества специалисты возьмутся раньше. В ближайшее время эти сложности будут решать совместно с компанией «Сахалин Энерго». Общение с жителями будет продолжаться. На контроле проблема промерзания стен жилых домов, отсутствия хранилищ для угля и ряд других моментов. Аэропорт Южно-Сахалинска будет носить имя писателя Антона Павловича Чехова. Таковы итоги голосования в регионе в рамках всероссийского конкурса. Своё мнение о будущем главной воздушной гавани острова высказали 80 тысяч человек. Первое место занял Антон Павлович Чехов. Он набрал больше всего голосов. Из 80 тысяч он набрал 32 тысячи 633 голоса. На втором месте идет Невельской. 30 тысяч 785 голосов. И на третьем месте с большим отрывом уже. Это Крузенштерн 16605 голосов получил. В строящемся будущем аэровокзальном комплексе мы сделаем в нашей планируемой музейно-выставочной экспозиции полностью шорт-лист тех людей, которые были выбраны сахалинцами. Изначально списки имен претендентов формировали региональные общественные палаты. К ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем в ЦОМ провел соцопросы жителей регионов проекта, в ходе которых были выявлены тройки или четверки имен финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября. В день рождения российского адмирала Геннадия Невельского учителя и учащиеся 26-й школы вместе с приглашенными гостями напомнили о роли мореплавателя в судьбе Сахалина и возложили цветы к памятнику исследователю Дальнего Востока. Подробнее расскажет Светлана Нигматулина. Для большинства сахалинцев 5 декабря вряд ли являются важной датой. Немногие вспоминают о дне рождения человека, без которого невозможно представить историю освоения Сахалина. 205 лет назад на свет появился Геннадий Невельской. Личность очень интересная в целом. Хотелось бы, конечно, больше уделять времени именно истории России, потому что знать историю своей страны – это очень важно. У памятника оживленно здесь встречают гостей. Курсантов Высшего морского училища из Холмска, представители администрации портов Камчатки, Сахалина и Курил. Это человек-образец во всех отношениях, поэтому как курсантам, так школьникам, я думаю, что следует жизнь делать именно с этого человека. Поздравляю вас с днем рождения, Геннадия Ивановича. Ура, товарищи! Гости возлагают цветы в знак памяти и уважения. Мы поднимаемся сегодня еще на одну ступеньку выше и будем популяризировать и развивать нашу деятельность. Патриотическое воспитание подрастающего памяти, краеведение, изучение родного края в среде наших школьников. Чествование русского адмирала продолжили в актовом зале 26-й общеобразовательной школы. Организаторы торжества и научной конференции «Историко-географический клуб» имени Геннадия Невельского. Внеурочная деятельность, организованная ровно год назад, вызвала интерес среди школьников, обратила на себя внимание краеведов и научных деятелей, обрела друзей и поддержку. В прошлый год это была встреча с капитанами в классе и только с одним классом, а сегодня мы встречаем очень много гостей и не только с Сахалиной, но и еще и материковой части. Прозвучало немало интересных фактов о происхождении рода Невельских, потомственных служителей Отечества на протяжении трех столетий, о становлении личности Геннадия Ивановича, который однажды обратил внимание на несоответствие древних карт. И о первой амурской экспедиции, по итогам которой никто более не сомневался в том, что Сахалин – это остров. Мы продолжаем листа. Дневники фестиваля «Территория Сахалин» накануне в Чехов-центре показали спектакль «Гроза-гроза» режиссера Евгения Марчелли. Роль Екатерины в нем исполняет заслуженная артистка России Юлия Пересель. Актриса провела на острове неполных два дня, но сахалинцы увидели ее не только на сцене. Под дождем Юлия стритовала с вольными музыкантами, чтобы собрать деньги на лечение маленькой девочки. Они начали писать ей в ночи, вспомнив обещание. Когда-то вольные музыканты попросили Юлию сделать репост в Инстаграм. Они собирали деньги на лечение Вероники Красиной. Слово за слово уговорили актрису спеть вместе, если она когда-нибудь приедет на Сахалин. Пересель не скрывает. Конечно, забыла об этом, но ребята оказались настойчивыми. И вот он мне вчера в ночи пишет, говорит, приходи завтра около театра, мы будем петь. Вспомнил? Я говорю, кто мы? Он говорит, ну и ты. Я говорю, я. А кто и как играть? Мы же не виделись никогда. Ну, в общем, мы немножко похулиганили. Как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, а больше поведел в ладь и туда. Репертуар местами был незнаком, но спонтанная акция с участием заслуженной артистки России состоялась прямо под дождем. На Сахалин Юлия прилетела впервые и всего на два дня, однако немало слышала об острове. От однокурсника и большого друга Никиты Гриншпуна, занимавшего несколько лет назад пост художественного руководителя Чеховцентра. Джетлаг не победил. С наведением в день прилета актриса предпочла поездку с коллегами на море, дышала полной грудью и готовилась к умноженной надвое грозе. Спектакль «Театра нации», в котором Пересильд играет Екатерину, стал одной из ярких жемчужин фестивальной программы «Территория Сахалин». Гроза-гроза одного из ведущих российских режиссеров Евгения Марчелли – не классическая интерпретация пьесы Островского. Это сочетание примет разных эпох. Элегантные платья, туфли на каблуках, песни Сергея Шнурова. Хорошо спланированная импровизация, когда Анастасия Светлова, кабаниха, не выходя из роли, просит подать ей стакан воды. И только трагедия Екатерины остается вне времени. Постановка стала одним из главных театральных событий Москвы в 2017 году. А Сахалин – первым российским регионом, где состоялся показ. Спектакль возили только в Израиль. Сам Евгений Марчелли тоже впервые принимает участие в фестивале «Территория». Во-первых, я очень бы хотел, чтобы немножко, как сказать, вот то традиционное знание, которое мы знаем, конечно, и о пьесе, и об авторе, немножко сегодня так слегка покачнулось, и вдруг появилась какая-то новая, живая, очень человеческая и очень такая непосредственная реакция. Для меня это действительно вот сегодня неожиданное разбивание всяческих стереотипов. Изящно именно своей сценографией, неожиданными ходами, мизансценами. Вы правильно сказали, что как будто бы это импровизация, но хорошо отрепетированная. И все равно рождает ощущение легкости и неожиданности, правда? Каждый персонаж, он настолько уникальный, воплощает в себя все, что сплетено в сегодняшней жизни. И актуальность темы, конечно, не исчерпана. Вот это как раз процесс поиска внутри себя какого-то смысла и того, что хотел заложить не только автор этого спектакля, Самостровский, но и режиссер, и актеры, которые добавляют что-то свое новое. Вот сейчас, может быть, на глазах и рождается вот это какое-то общее творческое пространство. По регламенту снимать спектакль можно только первые 15 минут, поэтому вырвавшаяся энергия Екатерины в исполнении Юлии Пересильд осталась за кадром. Хранимая и одержимая одновременно. Творческая команда спектакля подчеркивает, эта история не про луч света в темном царстве, а про любовь и право на счастье. В областном центре открылась выставка юных художников «Остров Фантазия». Она расположилась в обновленном городском выставочном зале на улице Вокзальной, где после передачи площадей в муниципальную собственность провели капитальный ремонт. Своей работой представили 170 ребят, это дарование городских учреждений дополнительного образования. В конкурсе участвуют 200 картин, проголосовать за понравившуюся можно до 7 декабря. На церемонии открытия мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин лучшим выпускникам детской художественной школы вручил стипендии. Ощущения радостные, мне это приходится воспринимать не впервые, потому что мои картины уже были на «Острове Фантазии» и в прошлом году, и в позапрошлом. Я тогда еще медаль получала. Чтобы люди выражали свои порывы, свои таланты в области изобразительного искусства, чтобы умели хорошо петь, танцевать и так далее, и так далее. Это один из таких подарков Южно-Сахалинску, открытие сегодняшнего зала. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 14 декабря в 16.30. Зима – время чудес и подарков. Радио АСТВ запускает конкурс, главный приз которого – 5 килограммов мандаринов. По будням в 9.50 в прямом эфире ведущие дарят подарки самым удачливым. Все, что нужно – дозвониться и отгадать, сколько долек спрятано в мандарине. Декабрь – это вообще время традиционных розыгрышей на радио АСТВ, новогодних подарков. Их у нас огромное количество. Вам есть зачем подключиться на нашу волну и обязательно нас слушать, обязательно играть. Есть мандаринка одна. Ваша задача – отгадать, сколько долек в этом мандарине. Я буду чистить в прямом эфире в Инстаграме. Мы уже записываем. Если что, можете все посмотреть. Кто у нас ближе к правильному ответу, тот у нас и чемпион. Итак, Таня чистит мандарин. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять – это что? Олеся. Ага. Браво, Олесенька. Розыгрыши будут проходить весь декабрь, а по мере приближения к Новому году призы будут становиться более значительными. Совсем скоро можно будет выиграть настоящую живую елку. Далее наш эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». Легкий снежок и гололедица стали причиной массовой аварии на автотрассе между Троицким и Новотроицким. ДТП произошло в восьмом часу утра. Здесь поочередно столкнулись восемь автомобилей. Это ужасно, я не посыпаю дороги. Ты все и проезжаешь, что ты проезжаешь. Там вообще шанс притормозить, уйти, вообще никакого. Мы-то все затормозили, это сзади нас ехали. Мы успели все сделать. По счастливой случайности в происшествии обошлось без пострадавших. Двум автомобилям понадобилась помощь кранбалок. Спешили закончить маневр, но оба не успели. На пересечении Горького и Емельянова не смогли поделить проезжую часть легковая малолитражка и универсал. По предварительным данным, водители торопились проехать перекресток на мигающий сигнал светофора. Только универсал нужно было повернуть, а Тойота двигалась прямо. Иномарки встретились в центре развязки. В аварии никто не пострадал. Глина, щебенка и земля. Явление привычное для загородных проселочных дорог, но не для центра города. Тем не менее, с грязным препятствием сегодня пришлось столкнуться многим южно-сахалинским водителям. Около полудня на пересечении улиц Комсомольска и Пуркаева неизвестный автолюбитель оставил после себя кучи глины с гравием. Всем водителям, двигающимся по Комсомольской в северном направлении, пришлось ехать по одной полосе движения. В Южно-Сахалинске к условным срокам и штрафам приговорили группировку из семи человек. Они выдавали себя за сотрудников миграционной службы. С 2015 по 2016 год бывшая сотрудница областной миграционной службы выступала координатором легализации незаконного пребывания на Сахалине иностранных граждан. Через своих доверенных лиц женщина организовала незаконную постановку нелегалов на миграционный учет. А ее сообщники за деньги предлагали оформить поддельные документы о пересечении государственной границы России. Чтобы легализовать и продлить сроки пребывания иностранцев, злоумышленники оформляли для них трудовые договоры с подставными организациями. Островной регион активно готовится к первым зимним играм «Дети Азии». Спортсмены интенсивно тренируются, школы закупают инвентарь. Так в распоряжение биатлонистов поступили новые винтовки. Их будут использовать не на играх, а после оставят для штатных занятий. София Пак занимается биатлоном уже третий год. С самого раннего возраста девочка вместо мультфильмов смотрела спортивные каналы. И подтолкнул на занятия биатлоном спортсменку Антон Шипулин своей победой на Олимпиаде 2014. Я уже взяла очень много мест. Там первое, второе, третье. И меня очень хвалят и не рады. Возраст детей в этой группе в основном 11 лет. Им еще далеко до огнестрельного оружия, пока ребята проходят начальную подготовку. Но стимул продолжать тренировки есть. В преддверии первых зимних игр «Дети Азии» в расположение школы поступила первая партия новых современных винтовок. Оружие такого класса используется практически всеми биатлонистами. К нему допускаются спортсмены, которым исполнилось 16 лет. Данная винтовка предназначена для стрельбы на уже настоящем, так скажем, взрослом стрельбище, 50-метровом. С этих винтовок будут осуществляться в любое время соревнований как наши спортсмены-биатлонисты, так и приезжие. Просто закупить оборудование для подготовки к предстоящим соревнованиям недостаточно. Для школы строится новый биатлонный центр. Другой крупный спортобъект – трамплинный комплекс. Закончить возведение планируют как раз к играм. Поэтому руководство школы предлагает выбрать новым спортивным объектом имена. Они должны быть звучащими, потому что трамплинный комплекс, что биатлонный центр – это единственные такие объекты на Дальнем Востоке. Они должны звучать, должны население, должно узнавать население материка, население нашего острова. Все должны знать, где они находятся и приезжать к нам. Заявки будут принимать до 9 декабря. Лучшие имена выдвинуты на общее голосование. Оставить свой вариант можно по электронной почте, которая указана на ваших экранах, обязательно с пометкой «Конкурс». Спонсор прогноза погоды – ювелирная галерея «Голденарт». По прогнозам Сахалинского гидрометеоцентра, 6 декабря в Ахея временами ожидается снег, метель, температура минус 16, минус 18. В Ногликах погода без существенных осадков – 17-19 градусов мороза. В Александровске и Сахалинском временами небольшой снег и слабая метель – минус 12, минус 14. В Тымовском временами небольшой снег – 14-16 градусов мороза. В Паранайске без существенных осадков – минус 11, минус 13. В Корсакове временами пройдет небольшой снег при температуре 5-7 градусов мороза. В Холмске временами небольшой снег и слабая метель – минус 4, минус 6. В Южно-Сахалинске временами ожидается небольшой снег, температура 6-8 градусов ниже 0. Неповторимые обручальные кольца для неповторимых мгновений в ювелирной галерее «Голденарт». Новая коллекция в магазинах «Намира-369» и «Курильской-38». «Голденарт» – украшения отношений. На этом все. Выпуски программы «Наш день», а также другие новости найдете на сайте stv.ru. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова